Давайте посмотрим внимательно на одну из замечательных пьес Шумана, один из его шедевров, несомненных, поэтических, романтических. Отзвуки театра, из альбома для юношества. По своему содержанию, по переживанию, вернее, содержание, что это такое, да? Вернее, по страсти, по тонкости. Это, конечно, один из шедевров. Шумана. Что тут нужно избегать? Написано «этвас агиттихт», что значит «немного взволнованно». Это не быстрая музыка, друзья мои. Это не быстрая музыка, причем очень важно определить пульс. К сожалению, стандартно здесь учат и мыслят на два. Па-па-па-ра, па-па-пи-ра, па-па-пи-ра. Па-па-па-ра, па-па-па-ра, па-па-пи-ра. Раз, два. В то время как эта музыка на четыре. Раз, два, три. То есть восьмушки здесь пульсируют. Пим-пим-пим-пим-пим. Музыка сдержанная, взволнованная, но сдержанная. Тогда понятно, что происходит здесь. Разворачивается настоящая картина. Под театром имеется в виду не просто посещение театра, а театр как огромное детское переживание. Может быть и оперный театр в том числе, большой оперный театр. Да и театр жизни тоже. Очень тонкая и глубокая пьеса. Стоит посмотреть левую руку. Пока смотрю все без педали. Один, два, три, четыре. Длится валторночки. Здесь. Три валторны. Друзья мои, не просто гармония, не просто трезвучие. А третья валторна, вторая валторна, первая валторна. То есть, каждая валторна собственным звуком слышно. И такое утомительное. Я как бы делаю даже психологическое крещендо сюда. Вторые волны. Здесь. Играем на двойной репетиции без педали. Видите? Не прыгаю здесь. Вот такое звучание. Потом мы... Сейчас посмотрим. Характер. Такой... Это ностальгия. Отзвуки. Отзвуки пережитого детским сознанием. И одновременно в нашем том мире, в какой мы вообще способны на полное переживание. Мы дети ведь. Поэтому. Раз, два, три. Вот у меня левая рука тянется. Это не просто аккомпанемент. Кстати, что напоминает нам это? Я совершенно неожиданно для себя обнаружил, поиграв левую руку, что это нам напоминает потрясающий ранний юношеский и но знаменитый ми-моль минорный полонезь Шопена. Помним, да, его? Начало, да? Это тоже, в своем роде, отзвуки театра Шопена, да? Мы имеем ту же самую гармонию В том же положении и в том же звучании. И еще раз. Ли, два, три. Значит, там памкаем раз. Кстати, совершенно не зря появляется, несмотря на то, что у нас две четверти, появляется, очевидно, совершенно ритм полонеза. И каданс очень похожий на полонезный. Так что здесь скрыт полонез внутри. Повторили, может быть, чуть потише, слушая левую руку. Левая. Вот такая гармония. И, наконец, собственно, театр. Пульсация такая. Восьмушечками, друзья, не четвертями, а восьмыми. Поэтому масштаб огромный. Масштаб образа огромный здесь. Здесь прям воинство. Ли, три, раз, два, три. Играю все без педали, пока. Ли, три, еще раз. Ли, три, все пальцами делаю. Слушаю это. Ли, три, два, три. Ли, три, три. Ли, три, три. И весь оркестр. Торжественно и страшно немножко. Рыцарская музыка. И пошли рыцари. Вот, а здесь очень важно, вот в этом эпизоде с синкопами и с этими трубами, очень важно разобраться в мелодии. Какие у нас мелодии? Ай лав ю ту, ай лав ю ту. Играю. Понятно, что, да? Ай лав ю с диду, ай лав ю ту. То есть здесь у нас небольшой агогический акцент. Пришли сюда. Агогический, не акцент, не, друзья мои, не путайте. Агогические акценты с динамическими. Ли, три, три. То есть я лав ю ту, и хлеб. Их ли берих. То есть сначала выучить эту линию и эту, да, совместно. Ди, три, три. Ай лав. Две фразы. Вторая фраза. А очень логично. И к ним только подсоединяются трубы. Поэтому. Ай лав ю ту, ай лав ю ту, ай лав ю ту, ай лав ю м диди. Так, второй раз, кстати, я второй трубой солирую. Если первый раз здесь, то второй до этим. И лав ю ту, ай лав ю ту, ай лав ю диди. Карандашик отложу. Да. Оркестр. Смотрите. Я все играю без педали, но полнозвучно, абсолютно без разрывов. Ри, а, ри. Ти, ни, ни. Ни, ни. И уходим. Все на 2-0 репетиция. Ведь и пьяны рыдем трепетно и с болью, с ностальгири. Вот если левая рука выучит этот, этот бери, надо прям отдельно выучить. Лам па бим, лам па бим, пам пи рам. Это тоже орхистровое. Все. Там тери, вот это. Лам тери. Кажется, что скачок такой, а на самом деле только такой. Отляк. Кре. Поэтому. И повторяем. Слушаем. Вторые волны. Здесь на третьей доле ощущение, что усиливается звук, они пропадают. Благодаря свободной руке. Вот здесь. Слышите, какая волна вторая? Вот здесь. И от нее отталкиваемся дальше. Здесь. Дим-ди-ду. I love you too. Лим. Чуть сдержаннее. Чуть сдержаннее. Дим-ди-ду. И ля-ди-ди-ди. Ли-ди-ди. Лю-ди. Мятежная музыка. Ли-ди-ди-ди. Средний. Ли-ди-ди. Ли-ди-ди. Ли-ди-ди-ди-ди. Ли-ди-ди. 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 И уход. Еще у меня придержал. Видите, я придержал левую руку. Придержал волторную. До второй доли. Как я играю, смотрите. У меня пианинка, но все равно я играю четвертью клавиши. То есть я не даю демпферу упасть. Не вот это, не вот это. А? И не вот это тяжелое. А вот здесь. Вот оно туши. Вот здесь. На этом можно научить ребенка двойной репетиции осмысленной. Ля-ла-ла-ла. То есть я не даю демпферу упасть из-за этого ощущения, как будто мне вообще не нужна педаль. Да? Звучит так на педали. Смотрите. Во-де-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Поехали. И опять окончание, как полонез. Вот такая пьеска. Спасибо. Спасибо. Спасибо.